Доброе утро, уважаемые друзья! Сегодня 25 марта 2016 года, в первом городе Минске, в первом 1064 году. Мочи второго года в теннисном турнире в Парусе, в Сибири, в Киеве. В ночном турнире встречаются представители Италии. Морди Лука, юноша в черном, а соперник у него Пётр Ларберяков, в России, город Санкт-Петербург. Пётр вступает в лево-глубой футбол и играет левой рукой. Начало первого сета подает итальянский теннисист. В это время в Лякоте номер 3 закончился первый сет. Закончился первый сет. Встречается Александр Лякот. Встреча Лякот. Сейчас мы скажем, как зовут соперника. Встреча Лякот. Последний спасатель выступает против Азалиниша. Азалиниша в Латвии. Юноша высокий. Мощный. Показывает силовой теннис. Показывает мощный силовой теннис. Хорошая подняка. Чёткий приём не было. Первый сет. Насколько играл со счётом 5-7? На Коте. На Коте номер 2. На Коте номер 2. Играет Петр Капускин в России. И соперник у него. Немного пока сказать, что он. Сейчас скажу вам попозже. Ура! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Четко Александр Львков играет, выходя к сети. Путер с короткого мяча не ошибается. Путер не чувствует своей дарилкости. Не торопится Александр, выполняю удар по прямой. Не переваливается мяч через сетку. Мягко вправил пересет со счетом 5-7. По сторонам взял подачу соперника. Очередная ошибка Петра Топушкина. И Калинина. Следующая исполнение латвейского спортсмена. Укороченный мяч бросает Калинин. Не было подачи. Петр играет мяч. Интересный мяч второго круга. Четко по месту кладет Александр. Видимо ровно на его подаче. Петр играет мяч. Проходит первый мяч у Саши. Четко и второй удар. И, видимо, больше на подачу Александра. Вновь проходит четко и первая подача Саши. Он ведет за счетом 2-0. Вновь проходит вторая подача Саши. Не проходит первая подача. Молодец, 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 молодец. Спортсмена. Второй. Кручивает аккуратно. Наращивает мощь ударов. И Александр ошибается. Выполняет удар с раскупа. 15-0 на подачу. 15-0 на подачу. В это время на опорте номер 4. На растяжках играешь. Котербар Бирюков. Но пока что. Отпускаем много ошибок. Четко. Четко. Вышел вперед Александр. Дорогу стил. В общем-то грубую ошибку в такой ситуации. Нужно было все-таки класть мяч в площадку. 30-0 на подачу. Уже меньше. Безупречная первая. Саша не справляется. 30-15. Четко. Итальянский спортсмен. разобрался с Петром. На четвертом корте. И гейм. Гейм. 3-0. Лука ждет в первом сете. Петр немного расстроен. Итальянский спортсмен. Выборез. Итальянский спортсмен. Подяжем. Подяжем. У Александра сейчас сложная задача стоит. Ему нужно постоянно держать концентрацию и удерживать преимущество. Но первый мяч не проходит. А дальше не стыкается, Саша, мяч. Видимо, что немножко встали ноги. 0.15. Дальше перехватывает Саша, а Золенчиш не забейте. Петр играет на растяжках и Лука наказывает его. Так что инициатива в руку в матче Петра Батарякова полностью принадлежит. Альянскому спортсмену дают двойную ошибку. Петр расстроен. Петр расстроен, но, на наш взгляд, расстройство не обосновано. Потому что по игре, Петру нужно будет обращать внимание в руку. Черт, заиграет Лука и ошибается выполнять два света. Александр. Александр выигрывает очко, заставляет ошибиться. А Золенчиш. Играет очередная ошибка, приигра. Вернется! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Внука берет, а он опять со счетом на палу играет Александр Митро. Вот открытие. В мощных ударах. Владимирский спортсмен оказывается сильнее Александра. Четко кладет мельчина линии. Значит, на корте номер 2 встречается представитель России Даниил Ибрагимов. Юноша выступает в форме сильного слеза. Соперник у него возник Рахман. Очередная четкая атака латвийского спортсмена. Александр играл на удержание. Но латвийский спортсмен забил его. Латвийский спортсмен не нашел свою игру. Даниил Ибрагимов. Здравствуйте, Семечки Суши. У меня латвийский спортсмен пройдет мельчина линия мощно, используя свои физические кондиции. Комиссар растет мельчина. И счет 40-15. Он принимает решение кладем, что мельчинк не опал. Похоже, может быть, если мячик цеплял линию, то только немного с нижней стороны не могу это уверенно утверждать. Значит, Александр немного недоволен. Итак, уважаемые друзья, еще раз напоминаю, что сегодня месяц 2016 года, время 10 часов 28 минут, это город Минск, республиканский теннисный центр. По адресу Проспект Победители, 63, Куркинова-3, в матче 2-го круга встречаются Александр Мягков и Сергей Вписад, Россия, и представители Латвы, группа фамилия Азалийш. Могу сказать имя, виноват, переслышите, оно вот так. Значит, Александр Мягков проиграл первой со счетом 5-7, во втором бьет 4-3, но уже на протяжении мима инициативу перехватил Азалийш. И уверенно наращивает мощь игры. Щетка. Щетка пробивает два раза с воздуха, но Александр самоотверженно борется пока что по пятнадцатому. Наверное, это ключевой гейм. Ключевой гейм в сети, потому что, даже не то, что в сети, а в матче, потому что если Азалийш сейчас сделает брейк, то со счета 4-4 Александр будет очень сложно. И выкарабка все. Походит у Александра первая. Ошибается, видимо, все-таки Александр. Более надежно нужно играть. Ну, буду вмешиваться как на мой субъективный взгляд. Матч все-таки был в ауте. Но Саше нужно играть, играть, играть. Надежнее надо играть. Если ты бьешь по линиям, нет в этом вины. Техническая ошибка. Таше опытный спортсмен, будем понимать, что... Вернусь, где это Александр. В атаку. Не потрясите. Бросает укороченный мяч на 4-4 лука, но ошибается. Говорит о том, что гейм вперед в этот Барберик. Мощные удары. Мощные удары у аквейского спортсмена. Но Саша мужественно защищается, а за линч пытается играть на вылет. В этом, наверное, заключается вот именно тактическая ошибка. Тактическая ошибка. Нужно играть проще. Но пока что больше на подачу Александра. Проходит первый мяч. Очень напряженный момент. Вторая безустречная. Жесткая игра за Лиша. И срывает удар Александра. Вот ключевой момент встречи. Дело в том, что ровно на подаче Александра идет. Если он сделает брейк, то со счета 4-4 гораздо сложнее будет играть Александру. В то же время еще 5-3. В том, что у Александра больше шансов не походит первый мяч. Вторая безупречно. Вторая безупречно. Он, может быть, не совсем себя уверенно чувствует. Меньше. Это вот ключевой мяч. Меньше. Меньше. А за Лиша ключевой мяч. Не проходит у Александра первый мяч. Вторая. А за Лиша спокойно плавит по месту. Вновь начинает атаку. Резаным ударом отвечает. Понимая, насколько важен этот мяч. Спокойно держит. Саша разбит. Не ошибается. Балатвийский тиннисист. Какой интересный матч. Мы с вами наблюдаем. Сейчас перейдем к слове.